Здравствуйте, Оксана. Ваш вопрос. Моей старшей дочери, которая приняла в августе крещение, приснился сон. Она идет по улице, и сзади, сбоку подъехал черный автомобиль. Из него вышел высокий мужчина в черном, с седыми волосами, взял ее за руку, выше локти и сказал «Я, ангел, властник». После этого он приказал ей сесть в машину. Она не чувствовала возможности не повиноваться тому, потому что во сне ей показалось, что он от Бога. Она села на одно из сидений впереди, и оказалось, что рядом сидит девушка с длинными черными волосами. Девушка держала в руках черные вожжи, а автомобиль внутри оказался упряжкой лошадей черного цвета. Девушка дала дочери одно из поводей и сказала «Держи крепко». Дочь взяла вожжи в руки и изо всех сил пыталась удержать ее, но это требовало неимоверных усилий. Так что стало казаться, что не хватит сил удержать. И в этот момент она проснулась. Сон был очень впечатляющий и до сих пор кажется значимым. Мы не можем его истолковать. Вот какие возникли у нас вопросы. Может ли он быть от Бога? Если от Бога, то что это? Предупреждение ли о чем-то нехорошем? Или наоборот, это наделение властью? Хотя очень смущает черный цвет. Всегда ли черный цвет связан с миром тьмы? Пожалуйста, если можете, помогите разобраться. Оксана, я думаю, что здесь надо не от черного цвета отталкиваться, а от состояния сердца, от состояния духа. Вот читая ваше повествование, у меня это не вызывает состояние покоя и радости, а вызывает какое-то напряжение. Вызывает еще и насильственная природа у меня много вопросов. То есть взял, посадил, сказал, что он имеет какую-то власть. Бог ненавидит грабительство с насилием. Плюс к тому, он сказал, иго мое, благо и бремя мое легко. И то, что было предложено держать и не удержать, это какая-то навязанная ситуация, которая может заставить человека делать совершенно не то, что Бог предназначил. И я вижу в этом Божье предупреждение, чтобы быть очень внимательной. Для того, чтобы разобраться со всеми событиями в своей жизни, надо очень хорошо понимать Божий голос. Надо его сейчас научиться различать. И она вошла в заветные отношения с Богом. И поэтому она четко может сказать Богу свою просьбу. Господь, помоги мне тебя отличать от других. Если во сне, увидев, она не разобралась, то может и в жизни оказаться так, что кто-то более авторитетный, властный, давящий на ее волю, может заставить делать то, к чему, во-первых, она не призвана, во-вторых, это не то, что является Божьим планом для нее, и более того, оказаться в чужой машине, в чужой коннице, еще впряженной в нее. Поэтому да сохранит ее Господь, и пусть она в этой молитве по сну даст Богу свои вопросы и скажет Господь, я отказываюсь от чужой воли на мою жизнь. Я забираю свою свободную волю даже на уровне сна, которая уже попыталась меня поработить, чтобы это не состоялось и не исполнилось. Я не хочу садиться в чужой транспорт. Транспорт – это служение, кстати, образ служения, чтобы ей не навязали и не дали в руки то, что она не сможет удержать. Поэтому будьте внимательны к предстоящим ее дням, месяцам жизни, когда будут поступать разные предложения. Не надо отказываться от всего, что будут предлагать, но надо с Богом принимать решение по тому, в чем участвовать. Потому как Бог не оставил нас без дела. Он сказал, возьмите мое иго, но мое иго – благо, и бремя – мое легко. Поэтому благословения вам, мудрости вам и атмосферности, в которой вы сможете четко отличать, где Божий почерк, а где не Он. Потому что познание сердца Отца позволит легко эти вещи отделять. Благословения вам Оксана и вашей дочери. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok